В драматической части была дана информация, которую мы можем проверить. Занятие 12. Например, у нас была дана га-и-ка. Ну вот можем посмотреть, например. Га-и-ка. Будет такая отдельная словарная статья Умуни Вильмса. Га-и-ка нет. А га-я-ки? Га-я-ки есть. То есть, нам заявляется, что га-я-ка возможно. Из 500 тысяч предложений га-я-ка не встречается. А га-я-ки встречается один раз. Поэтому тут особо и ничего про нее не найдешь. Возьмем ба-ли-ка. Будет у нас. Ну вот уже 22 раза. Просто освежу в вашей памяти, что тут можно вообще найти. Суток. Сын. 3000 раз. Поехали. Самое интересное, что есть на сайте Оливера, это nominal forms. Раздел nominal forms, где видно, сколько, каких падежей встречается. То есть, именительный чаще всего на втором месте винительный. То есть, сын или субъект обычно, или объект. То есть, оказывается, что выучить окончание местного падежа двойственного числа, занятие достаточно бесполезное, потому что он вам никогда не встретится. Но не знать, как образовывается и винительный падеж, и винительный, невозможно. Вот. Так, это что касается имен. В этом 12 занятии нам даются новые глаголы. Ну вот, возьмем, например, глагол «по». Глагол «по», «пить». Смотрим, что «по» бывает всяких разных. «По» существительное, то есть «ф», «адьи», то есть «аджектив», то есть прилагательное. А дальше идут два глагола. «По» бывает двух видов. Собственно, если вы откроете конспект «залезника», список важнейших корней, то вы там тоже увидите, что «по» бывает два принципиально разных. «Аммонима», «по» — «защищать» и «попить». «По», которое «пиба», которое дан вам в 12 занятии, это именно тот, который «попить». 3000 раз. Так. И что здесь интересно? Здесь, помимо раздела «verbal forms», куда мы пойдем, есть еще «derived words». То есть здесь перечислены все сочетания с приставками, которые встречаются. То есть вы видите, что бывает не просто одна приставка, а бывает сочетание приставок. Сочетание «ану-пра», «ану-пра-па». То есть вы видите, что глагол в голом виде, на самом деле, в санскрите встречается не так уж часто относительно того, как часто он встречается с какой-нибудь приставкой. Здесь перечислены все реально засвидетельствованные варианты для каждого глагола. То есть есть сочетания, которые только с каким-то глаголом связаны и больше нигде никогда не встречаются. Есть приставки, которые могут стоять прямо у корня, а есть приставки, которые могут стоять только на определенном расстоянии от корня. То есть напрямую с ним контактить не могут. Вот. Вот что действительно интересно, это «verbal forms». «Verbal forms». Вот, например, значит, формы аптатива. Те четыре формы, которые реально встречаются, вот они перед вами. То есть из всей таблицы, где дано энное количество форм, реально встречаются четыре. При этом подавляющее большинство – это сингуляриз, третье лицо. Видите? «Пибет». Да? Подавляющее большинство. В разы больше, чем все остальные вместе взятые. Вот это самое окончание «ур», которое мы сегодня прошли. «Пибет», «Пибет», «Пибеюх». Вот две формы, которые необходимо запомнить в рамках желательного наклонения. То есть здесь все времена и наклонения, которые реально встречаются. То есть это, значит, у нас здесь формы с падежными окончаниями, а дальше «in infinite forms» – это у нас разные «причастия» и «депричастия». Да, «причастия», «депричастия». «Причастия» в сэнскрите не так уж много разных, но они очень часто встречаются. Видите, вот уже знакомое вам из «эмено» суффикс «та». Да? Вспоминайте упражнение, например, пятое упражнение «эмено», где мы образовывали формы с суффиксом «та». Есть кто-то, кто вспоминает? Отложилось что-то? Вот, получается, что часто это «причастие» является частью сложного слова. Вот это обозначение «comp» от слова «compound» означает, что оно является частью сложного слова. То есть чего-нибудь там «пито». Вот, то есть оно отдельно, как не часть сложного слова. В среднем роде встречается чаще, чем в мужском роде. То есть какой-нибудь там «выпитое». То есть если «па» – это «пить», то «пито» – это какое-нибудь «выпитое». И это «выпитое» по необходимости может переводиться просто… Вот эта «инфинитная» форма может быть переведена как «финитная». То есть не «выпитое», а просто «выпил», «выпила», «выпила». Вот. Частенько мы эти причастия будем с ними проделывать самые разные вещи. Можем от этого причастия образовать прилагательное. А от прилагательного в дальнейшем существительное. Это один путь. Можем от этого причастия перевести его как «глагол прошедшего времени». «Выпил». То есть сказать «пито» вместо, вот, например, у нас был тут «имперфект». То есть вместо «апибат», «апибат», который был бы законным прошедшим временем, уже из нами пройденного материала, вместо «апибат» мы можем сказать «питое» и надо взять какое-нибудь падежное окончание, то есть какое-нибудь там «питом» или «питоа». То есть к этой основе требуется еще падежное окончание. Но вот его получив, вот это «пито» заменяет любое другое прошедшее время. Вот у нас «имперфект», вот у нас «ауорист», вот у нас «перфект». Вот все эти прошедшие времена заменяют наше причастие прошедшего времени, что они крайне часто и делают. Вот инфинитив, «патум». Инфинитив мы переводим через «чтобы», «чтобы выпить», например. «Дея причастия». Если вы откроете 319-ю страницу конспекта, вы увидите наш раздел «Дея причастия». «Питва», «выпив» или «выпивая». Понятно, для чего такая штука может быть полезна. То есть вы можете породить какую-то форму, которая гипотетически возможна, но в санскрите не засвидетельствована. Корпус Оливера – это самый удобный способ для выявления таких случаев. То есть я не утверждаю, что то, чего нет в корпусе Оливера, нет вообще. Но для наведения быстрых справок – это более чем достаточно. Вот этот график, он достаточно бесполезен, потому что он везде почти такой же. Раздел «Миннингс» – он просто сварганен из Монни Вильямса. И, увы, упорядочен по алфавиту, то есть он бессмысленен. Вот, в общем, нас интересуют разделы «Вербал Формс» и «Номинал Формс». Вот эти два раздела нам интересны в корпусе Оливера. А еще есть такой сайт, как сайт Жерара. Его создал и поддерживает французский академик-математик. И вот 25 лет он, вычитывая санскритские тексты, составил свой словарь. В него входило несколько лет назад 25 тысяч слов. То есть такой вот небольшой словарик, который его вполне достаточно. И здесь есть несколько разделов. Раздел для порождения, то есть синтеза. И раздел для анализа. А вот раздел для порождения. Вот, declension, например, возьмем наш «надий», поменяем систему ввода с «wealthous», например, на «иаст», напишем «надий», с «и» долгой, потому что вводим мы в «иасти». Род укажем как «женский», потому что основано «и», и «у», всегда «женского рода». Отпут оставим «роуман» и сгенерируем таблицу. А он сам не может определить род? Ну, он в теории мог бы, но по факту нет. Ну, в смысле, он порой делает ошибки в этом отношении. Ну, в каких-то простых случаях справляется, но бывает, что не справляется. Вот. Вот таблица. Склонение на «и» долгую, женского рода. Это мы породили. Синтезировали. Видите, очередность немножко отличается, а вокатив идет сразу после номинатива. «Надий», 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 «надья», «надья», «надья». Ну, понятно, да? То есть, здесь, чтобы что-то породить, уже кое-что надо знать. Ну, возьмем, например, это было, значит, склонение. Возьмем раздел «споряжение». Возьмем снова «иаст». Глагольный корень «буху». Значит, из десяти классов предположим, что он первого класса. И отправим его. Здесь тоже класс он должен определять? Не должен, не может. Ну, просто некоторые глаголы имеют же несколько классов, поэтому он не знает, какой именно. Ну, «буху», скажем, он только первого бывает. А бывают глаголы, которые имеют по четыре класса. Он не знает. А мы откуда будем это знать? Ну, мы для этого используем бумажные книги, например. Да. То есть, чтобы пользоваться санскритскими инструментами, обычно кое-что уже надо знать. Вот. Получается, первичное споряжение и вторичное споряжение. То есть, два больших, точнее, даже три больших раздела. Итак, первый раздел – это то, чем мы будем заниматься первые 30 уроков в учебнике Кочергиной. То есть, в настоящее время нам уже известно. «Бхавами», «Бхаваси», «Бхавати». «Имперфект» мы тоже прошли уже. «Абхавам», «Абхавах», «Абхават». Желательное наклонение мы прошли сегодня. «Бхавеям», «Бхавех», «Бхавет». Поведительное наклонение мы успеем пройти в 14 занятии. И мы его еще должны успеть до того, как мы начнем отдыхать. «Бхавани», «Бхава», «Бхавату». Видите, то есть, основа равна форме второго лица единственного числа частенько. Будущее время будет не скоро. Кондиционализ вы вообще проходить не будете. Эта форма вам не потребуется. Второе будущее – перифрастическое. Прошедшее время – перфект. «Аорист» – это будет ближе к концу учебника Кочергиной. То есть, еще одно прошедшее время. Инъюктив встречается только в ведах, и нам встречаться не будет. Также и бенедиктив. Исключительно в мантрах из Риги-Веды. Все разновидности причастий. Причастий очень много. В смысле, самих форм не так-то много. Но встречаются они крайне часто. Что мужского, что женского рода. Несклоняемая форма у нас, значит, инфинитив, дея-причастия. Инфинитив и дея-причастия. И дальше идут производные испоряжения, которые состоят из двух частей. Каузатив – это, например, как пить и поить. То есть, заставлять кого-то пить. Это как, да, это каузатив. То есть, от этой основы каузатива, вот снова, вот мы можем образовать все формы. Снова настоящие, прошедшие, желательные, повелительные. То есть, мы снова начинаем строить все. И каузативных основ в санскрите много. Они распространены. Можно смотреть, а можно показывать. Что такое показывать? Показывать – это заставлять смотреть. Вот. И этот прием в санскрите распространен. Менее распространен – это интенсивные глаголы. Ну, то есть, хотеть чего-то очень сильно – это не так часто. И дезидеративы. Это вот к концу учебника. Мы их пройдем. Реально из вторичных форм вам нужен только каузатив. И вот чем хорош Жеререр. Он дает возможность быстро посмотреть, но его формы не безупречны. Это как раз пример компьютерно-генерируемых форм. То есть, здесь не все сходится с бумажными книгами. То есть, здесь встречается чепуха. И все исключения не учтены. Так он генерирует по правилам Панини? Он стремится генерировать по правилам Панини. На это ему потребовалось написать код из 25 тысяч строк. И то, получается, он учитывает лишь какую-то часть. То есть, все осмыслит, никому еще не удалось. То есть, он исключения не берет? Ну, не все. Ну, что-то он берет. В смысле, это не как бы в аргументах, в сложных случаях можно сюда посмотреть, но не стоит рассчитывать на безупречность подобных генераторов. Ни один из глагольных генераторов санскритских форм в интернете не проверялся по бумажным книгам. Ни один на сегодня. Таких генераторов около четырех разных штук. Жерард был, пожалуй, первым. То есть, он гениальный математик, но санскрит... Ну, это же такая работа тяжелая, все проверить. Тяжелая. Это нереально. Это реально. Два года назад мы начинали эту работу, но человек, который из этого взялся, ну, вот пока передумал. Вот, собственно, Евгений, который присутствовал сегодня на занятии Панине, он как раз и хочет создать такую систему, которая перепроверит всех генераторов. Это возможно, но сложно. Нет, да, систему можно написать, но тоже... Просто я как программисту говорю, что это нереально, потому что мы это изучаем, да, тестирование, и все говорят, что после тестирования все равно какой-то процент ошибок остается. Так же и здесь. Мы можем большую часть ошибок, ну, там такая пивая, большую часть ошибок проверить. Пока просто, как бы, нам long tail нас пока не интересует. Нам бы хотя бы вот основную часть выловить. Их многовато тут, но для большинства задач таблиц, таблиц Жерара достаточно. Жерар также существует в виде экселевского файла. То есть все, что сгенерировано у него на сайте, есть в виде экселевского файла. То есть, ну, то есть если мы что-то нашли, мы можем вбить Ctrl-F, и даже не зная, что это склонение, спряжение, недоразумение, оно может найтись в таблицах Жерара, где сгенерированы все формы имен и глаголов. Это один, одна часть его инструмента. Это grammar, то есть порождение именных и глагольных форм. Сандхи – это достаточно бесполезный раздел, потому что относительно примитивный того, с чем вы реально с теми проблемами, с которыми будете сталкиваться. Но мы сейчас можем из домашки что-нибудь столкнуть вместе. Например, значит, веду сейчас из домашки Внешний сандхи – external send. Внешний сандхи – external send. Вот. Внешний сандхи – external send. Ну, в общем, эта часть, пожалуй, не вызывает у меня никаких особых восторгов. А вот что действительно интересно – это ридер, который предполагает разбор раз разной вероятностью возможный разбор предложения. Отдельно взятое слово «вводить бесполезно» он с ним не работает. Слов должно быть хотя бы два. Ну, вот в том сандхизированном виде, как они есть. Значит, так, sentence, input convention я всегда меняю с wealth use, которого любит Жерар на что-нибудь, что более распространено. И вот веду начало, например, домашки. Ну, ну, как только там удолго, кажется. Так. Попробуем. И то, что наиболее высоко, обычно наиболее вероятно. Впрочем, здесь есть свои тонкости. В общем, нашел он слово «улюка» мужского рода, единственного числа, именительного подержа, и отсюда есть выход и на словарь. У него есть французская версия, можно переключить на английскую. Вот она. Улюка. В общем, сова. Вот. То есть мы видим, что здесь «на улюка». Что такое паш-я-ти? Мы наезжаем, нажимаем и нажимаем левую кнопку мышки и видим, что идет отсылка к корню паш. Значит, презы, да. Что он тут предлагает у нас паш-я-ти? Ну да, он говорит, что паш, который от држ, который видеть. Вот. И «дива» он предлагает как наречие перевести, ну то есть «днем». «Днем», «днем» «дива на улюках паш-я-ти». Как перевести это предложение? «Улюка» — это «сова», «дива» — это «днем». Что вместе означает это? «На» отрицает сказуемое. «Сова днем не видит». «Сова днем не видит». Вот таким способом, если вы совсем потерялись и уже час ищете в словаре «но» лука, то, возможно, просто вы ищете то, чего не существует. И тогда Жерар может подсказать, как выйти из этого положения. То есть не все его догадки одинаково правдоподобны, так как это генерирует компьютер. Видите, есть вариант с «на» долгой, но он вам не подходит, потому что, то есть от архаичной основы «нр» в именительном падеже можно получить «на». И по сандхи, по сандхи это «а» долгая здесь могла бы быть, но по семантике получается «бессмыслица». И поэтому мы по критерию отсутствия осмысленности отметаем вариант «на», хотя чисто грамматически он возможен. И тут так раз вступает, скажем так, человеческая интуиция, чего быть не может. И это то, что компьютер пока с чем не справляется. То есть он такие заведомо невозможные варианты отмести не умеет. Вот такой вот инструмент для анализа. То есть граммар — это для синтеза, ридер — для анализа. Вот эти два основных раздела, которые могут вызывать ваш интерес. Корпус — это, пожалуй... Ну, в общем, это способ, как сам Жерар изучает... То есть здесь есть некий набор заранее проанализированных предложений, где виден весь санскритский синтаксис. То есть здесь представлены все типы возможных предложений. Соответственно, не надо самому вводить. Можно посмотреть... Значит, ну вот видите, у нас тут санскритская скороговорка. А вот она разбита на части. Уругум дюгурум юцу. То есть это части инструмента для... Ну, как бы для показывания возможностей вообще компьютерного анализа. То есть Жерар занимается компьютерной лингвистикой. То есть он показывает, что возможно, если математик изучает санскрит. Ну вот. Ну, как вам... Рассказ про... Уже Оливера, которого мы разбирали, и Жерара, которого я прежде, кажется, вам не показывала. У Жерара я на предсинтексисе узнала про него. Я его использовала. Уже пробовала использовать? Ридер. Ридер. Уже пробовала или один раз попробовала и бросила? Пробовала. Да? А пробовала, потому что в предсинтексисе там много чего, что мы еще не проходили, я не знаю, и через него понятнее хотя бы что-то стоит. Угу. Ну, отлично. Да. То есть в трудных ситуациях ученики прибегают к Жерару. Вот. Так, чтобы там совсем... У него было совсем лажа. Ну, такие случаи крайне редки. То есть один из вариантов все равно подходит. Другое дело вычислить какой. Ну, тогда хотя бы догадки есть какие-то. Потому что бывает вот застрял и ищешь несуществующее слово. Это бывает утомительно. Да, там еще правильно ввести надо. У меня часто бывает такое, что он говорит, я не знаю, что это такое, потому что я неправильно ввела. Угу. В смысле, а потом присмотрелась и оказалось, что ввела какой-нибудь буквы не так, да? Да, да. Надо аккуратно проверять. Ну, вот. Я не говорю, что вам в рамках Кочергинои это реально необходимо. Ну, по крайней мере, там до 20-го какое-нибудь занятие. Там в конце последние 5 занятий, когда уже будет Ромаина, ну да, там понятно. А так, нет, на самом деле. Ну, это как бы вот, когда вы отчаялись уже. Просто, чтобы не терять времени. Это не призыв, динамик домашку, и, значит, заставлять работать Джерара за вас. Он умнее не станет, а вы поглупеете. Это будет заметно. Ну, вот такая развлекательная часть у нас сегодня. А если вопросов нет, тогда я предлагаю завершить наше занятие. У нас остается, да, еще 2 встречи. У меня только один вопрос остался. Вот я читаю текст, и как я узнаю глагол какой группы? Какой группы глагол? Ну, только в справочнике на виде справки. Или ты будешь опознавать его по суффиксу. То есть, если ты откроешь 316-ю страницу, ты увидишь, какие бывают суффиксы. То есть, группы глаголов – это, собственно, суффикс. Если ты узнаешь суффикс, то ты можешь определить и класс. Сама, никуда не лезя в справочник. Но если для тебя непонятно, где суффикс, а где окончание, тогда только справочник. Ну, если бывает несколько классов. Бывает несколько. Бывает несколько классов, но в каждом классе свой суффикс. Когда ты уже знаешь, какие варианты, то варианты перебора уже сужены. Ну, то есть, можно однозначно. Можно однозначно установить, да. В смысле, ну, обычно это устанавливается сколько бы, если вы наизусть не помните, а вы долго помнить точно не будете, то списочно. Собственно, вот в словаре Кочергиной я сделал вкладыш, где я перечислил все классы всех глаголов. То есть, вкладыш словаре Кочергиной перечисляет все классы всех глаголов. То есть, быстрее посмотреть, чем запомнить. Вот. Понятно. То есть, есть вещи, которые мы узнаем только списочно. Вот. Вот. Ну что ж, Шома, значит, исполнишь нам алфавит? Что ли? Завершение нашего занятия. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok До свидания. До свидания. Нормально, нормально. Продвемся. До свидания. До свидания.